Что точно будет на Олимпиаде 2014 года, так это газ. Сегодня в Сочи открылся газопровод Джубга-Лазаревская Сочи. Газпром построил его достаточно быстро, меньше чем за три года. Еще одна особенность этого проекта, это его стоимость. Газопровод стоит всего 30 миллиардов рублей, что по сравнению с другими газпромовскими проектами, ну, в общем, просто копейки. О главных трубах монополии нам расскажет Ксения Батана. Коллеги, добрый вечер. Газопровод Джубга-Лазаревская Сочи – это достаточно крупный проект Газпрома. Длина труб больше 170 километров. В основном они идут по дну Черного моря. И для около четверти миллиона жителей этого района, которые до сих пор жили без газа, Газпром выступил в роли исполнителя желания. Теперь их дома газифицированы, а ведь не будет Олимпиады, неизвестно, когда бы этот проект закончили. А тут всего три года и 30 миллиардов рублей. Очень не в духе Газпрома, который всегда упрекали за дорогостоящие проекты, и который совсем недавно подтвердил, что при таких затратах на трубы газ дешевле ввозить из-за границы. Самой дорогой стройкой стала система газопроводов с полуострова Ямал-Баваненково «Ухта», которая стоит почти триллион рублей. Ее начали в 2006 году, хотели закончить в 2011, теперь перенесли на 2012 год. Причина – нет денег. И в этом виноват другой весьма выдающийся по стоимости проект. Это газопровод «Сахалин-Хабаровск-Владивосток». Он стоит полтриллиона рублей, стройки строительства 2009-2020 годы. И первая очередь должна запуститься в 2011, к саммиту стран Азиатско-Тихоокеанского региона. И именно поэтому «Газпром» скидает все свободные средства на этот более важный для имиджа странный проект. Стоимость «Газпромовских труб» стала известна совсем недавно, благодаря постановлению правительства, которое обязывает газового монополиста раскрывать стоимость крупнейших проектов. Ну, посмотрим, отразится ли вынужденная открытость на стоимости газопроводов. Спасибо. Ксения Батанова рассказывала о том, сколько «Газпром» платит за метр трубы. А с нами на прямой связи глава «Ист-Европеенгазаналисис» Михаил Корчомкин, известный эксперт по газу. Михаил, вы нас слышите? Слышу. Добрый вечер. Ну, вот вы видели эти расценки и как вы их оцениваете, дорого или нет? И главное, временные рамки тоже. На самом деле, сочинские газопроводы – один из самых дорогих проектов «Газпрома». Например, «Северный поток» в расчете на один километр стоит около 5 миллионов долларов, а маленький сочинский газопровод – 6,6. Причем, для сравнения, я могу сказать, что на километр сочинского газопровода идет примерно 200 тонн стальных труб, а на километр «Северного потока» – 1000 тонн. И тем не менее, вот сочинский газопровод намного дороже. И как вы это объясняете? Ну, это я объясняю специфическими олимпийскими нормативами. Три года назад сам «Газпром» называл стоимость этого проекта 8-10 миллиардов рублей. К концу 2009 года стоимость резко повысилась до 25 миллиардов, и сейчас она – 31,5 миллиард рублей. Чтобы два раза не вставать, Михаил, можно? Вот у нас тут завтра задать вам вопрос. У нас завтра Путин и премьер Украины Азаров обсуждают, я цитирую, «стратегические вопросы взаимодействия в газовой сфере». Ну, то есть, о том, сколько будет стоить газ для Украины в следующем году. И, возможно, речь идет о довольно высокой цифре. Насколько возможен в январе у нас такой серьезный газовый кризис с Украиной? Вряд ли возможен, поскольку «Газпром» совершенно незачем терять остатки репутации. И в Украине тоже абсолютно нет нужды ввязываться в новый скандал. В принципе, страны обречены на сотрудничество, хотя «Газпром» делает все возможное, чтобы исключить Украину, ну, как Путин называет такие страны, паразитами, из числа транзитеров. Да-да, «Северный поток» включить и так далее. Включить «Северный поток» и так далее. Просто продолжаю вашу мысль. Да, ну, «Северный поток» и «Южный поток», они полностью ликвидируют украинский транзит. Ну, последний, извините, еще последний вопрос задам. Вот просто вышло исследование Международного энергетического агентства о том, что к 2035 году мировое потребление газа вырастет более чем на 50%. Как вы оцениваете эти цифры по сравнению с уровнями 2010 года? Как вы оцените эти цифры? Означает ли это, что, ну, «Газпрому» волноваться абсолютно не о чем? В сценарии вполне вероятный сейчас, в общем-то, ну, трудно судить о том, что будет через 25 лет. «Газпрому» есть о чем волноваться. Вот как дожить и не обанкротиться до золотого века газовой отрасли? Потому что теоретически вот все экспортные газопроводы действительно могут понадобиться «Газпрому» лет через 15-20. А строят они его сейчас. Всю эту систему сейчас. То есть газопроводы будут построены и останутся пустыми. Ну, грубо говоря, система останется наполовину пустой на протяжении 15 лет. Это очень трудно выдержать. Спасибо, Михаил. С нами на прямой связи был Михаил Корченкин, глава East European Gas Analysis.